Вообще мы из города Северодонецк и в самом начале войны, получается 24 февраля, мы выехали в Харьков, потому как у ребенка патология почек, ему нужно было поставить катетер и никто за это в наших краях вообще не берется. Мы выезжаем в Харьков, туда уже стягивались колонны танков, БТРов и так далее. Нас развернули, пришлось ехать другой дорогой и в Харькове уже мы остались, попросились остаться, потому что обратно было очень страшно ехать. В Харькове оказалось на этот момент еще страшнее оставаться. Пять дней мы сидели в подвале без выглазна с малышом. Потом, получается, нас эвакуировали на скорой помощи до ЖД вокзала, посадили на поезд и мы приехали уже в больницу Днепра. На самом деле это очень страшно. Страшно было в Харькове, было очень страшно в подвале, когда я узнала, что там именно в подвале на сохранении 20 тонн кислорода, кислородных баллонов стоят. И что если, не дай бог, туда попадет, то я уже представляла мысли, на что я его накрываю собой и за себя вообще как-то в этот момент не думается. В 2014 году у нас тоже бомбежки, так сказать, застали. Но в 2014 году и близко такого не было. То есть можно было выехать в соседний город и там было более-менее спокойно. Сейчас мы не знаем, где будет спокойно. Мы не знаем, куда нам бежать, куда деваться дальше. То есть мы не можем нигде осесть, так сказать. А с ребенком очень тяжело перемещаться между городами и тем более в другую страну, если вдруг придется. Очень хочется домой все равно. Везде хорошо, но дома лучше. Там все свое. Там своя квартира, свое жилье. И там в целом очень красивый город у нас был, пока его не начали бомбить. Там все развивалось, там строили парки. Просто душа там осталась. Это сложно описать. Вообще ощущение какой-то безвыходности, безысходности. Что дальше, я говорю, неизвестно. Живем одним днем. И говорю сейчас девиз, будем решать проблемы по мере их поступления и в случае чего тоже дальше двигаться. Скорее всего, домой будет возвращаться просто некуда. От тоски спасает сын. Он как антистресс маленький. Здесь он за время войны очень сильно изменился. Научился ползать уже. То есть, ну, мне кажется, он все понимает. Он смотрит на мои эмоции и тоже сразу перенимает на себя эти эмоции. Я очень надеюсь, что это не отразится на нем вообще в целом, в дальнейшем. И надеюсь, что когда он вырастет, войны уже не будет. Будешь телезвезду? Продолжение следует... Продолжение следует...